всем привет с вами канал арт мания тима у нас пробует хлебцу мне у нас отдельный ролик будет да я заставки ролика оставлю ее дима вкусная дадим вкусная и потом у нас дима будет прибираться убираться до зима приберется потом когда покушает кушай кушать хлебца хлебца короче пришла я домой сейчас мыть полы и буду мыть свою новенькую ведерки новой швабры все никак не могла на новую швабру прийти причем там уже я купила середине июня то есть уже почти там полгода наверное прошло наконец-то я ее достала еще купила вдобавок ведерочка но она правда плохо помещается но для швабру таких вот почему-то ведер нету вот сейчас мы ее заливать будем горячей водой обычно я заливаю ее замачивая потому что другой водой не особо на не так быстро вернее господи наслушка включен надеюсь все оставляем ее замачивать поставила я еще стирку и забыла положить диме на платочки дверь кстати у нас новая я уже по-моему показывал в каком-то влоге покажу еще раз такие вот дверцы они вообще прям вот они мягкие вот это вот не открывается а вот это в туалете она открывается потом видимо слишком далеко поставили косяки она открывается вот мы купили соответственно без замков это ставила свекровь они не стали зачем зачем не надо но я все-таки хочу замками потому что замки они открываются чтобы не закрывать двери потому что зима часто бегают туда и я не хочу чтобы он что-то выкинул в унитаз в будущем или что-нибудь еще и не хочу этого скоро будет у нас ремонт начинаться в коридоре тут вот дима оторвал и он оторвал на днях вот здесь вот вот тут у нас шкаф вы наверное видели все это уже присел с вами поболтать на несколько минут пока у меня швабра там замачивается короче отвела диму бабушке на улице у нас очень сильный ветер просто ужасно сильный он меня просто с ног сносит плюс гололед то есть там так получается как бы гололед и немножко есть асфальт маленькие кружочки и прыгаешь по этому асфальту чтобы как-то удержаться на земле тебя не снесло реально настолько он просто сносит с ног вот останавливаешься и понимаю что ты вот так вот в бок уходишь что он тебя реально сносит не знаю такой впервые у меня я помню когда я весила очень мало меня действительно сносило ветром сейчас мне кажется не вешу 50 килограмм или меньше то есть мне 48 килограмм не весила меня сносило реально сейчас я вешу больше ну не знаю реально сносит пошла в магазин я еле дошла до магазина там угол дома сильный ветер гололед и понимаю что я сейчас могу упасть у меня там ветер он меня сзади подталкивает поэтому гололед и прям вот как мишку так бум 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 вообще просто кошмар очень сильный ветер но тем я не зашла в магазин поняла что мне нужно в магазине купить что-то тяжелое чтобы спокойно добраться домой реально было очень страшно идти домой я думаю надо женьке что ли звони думаю я знаю что он не придет за мной скажет давай-ка сама как я до дома дойду я не помню уже там какая дорога гололед там или асфальт купила зашла пятерочку у нас акция колечки ананаса здесь 580 миллилитров 99 рублей стоит я очень обожаю салат ананасовый просто обожаю это мои прям любимые вот но это уже были последние там полом 2 или 4 банки последних остались они тяжелые сутки здесь полкило знаю это сейчас уже домой по дороге иду думаю а чего я все оставшиеся не забрала почему их не забрала обычно как правильно начинается все мне сразу хочется этот салат я думаю ладно и так еле дотащила две штуки взяла по 99 и была шоколадка такая вот милка милка я не очень люблю это больше наверное для вас для обзора чтобы увидеть что же там внутри прячется мне все-таки интересно такая же там шоколадка или не такая же милка мне не нравится потому что они приторно сладкие ну блин их есть невозможно есть очень сладкий очень приторные немножко не сабот клали сахара по поменьше было бы супер и по акции наконец-то купила давно хотела вот такие вот чипсы натурал натураль они мне тоже очень нравятся они как-то больше такое подобие настоящих чипс но и всегда стоят дорого там 120 рублей что ли они стоят ну 100 с чем-то а по акции они были 60 или 70 рублей это так но они вкусные можно было бы кстати побольше взять не знаю что это не хотела я класть продукты в сумку я хотела в рюкзак и я знала что у меня в рюкзак сколько там поместится потому что боялась положу в сумку то у меня реально унесет просто ветром а и там кстати магазине у нас продается персил порошок я стираю только персилом у меня персил color то есть я знаю что color это для цветного белья а там просто написано персил чего-то по-английски но не color и и типа свернелем уже то есть кондиционером и лаванда лаванда подписано и какой-то еще один там другой порошок тоже персил там с каким-то запахом другим стоял стояла на него смотрел всего 250 рублей за три килограмма конечно это классно я думаю color или не color это color и он находится еще самом низу садишься на корточке неудобно жарко там блин еще а еще этот наушник у меня торчит в этом в ушах и вообще ощущение кажется как будто с этим наушнику как будто я на марсе нахожусь половина не слышу и голова соображает ну вернее мозги соображают вообще как совершенно по-другому как-то половина не замечаешь я думаю может быть я конечно привыкну со временем там прям звукоизоляция прям полностью уходит не слышишь этим ухом ну там чуть-чуть только капельку не знаю кого у вас есть у кого bluetooth наушники вы с ними ходите наверное по дому на улице напишите свои ощущения как у вас может быть просто привыкнуть надо наверно привыкаешь то что слышишь обоими ушами а тут хоп одним ухом не слышишь у меня просто тишина я купила чисто для того чтобы разговаривать по телефону потому что мой телефон обычно где-то там валяется и как правило я с утра забываю включать включить ему включить звук то есть вибрацию я забываю иногда я могу вообще напрочь забыть про телефон у меня там где-то под подушкой он там валяется и вспомнить про него вечером и смотри вечером а там уже упущенных звонков там целая куча причем там мне звонят кстати очень много очень часто сейчас вот последнее время с москвы и московский номер у меня 495 городские какие-то какие-то даже брала трубку там сбрасывают я думаю странно смысл звонить если вы сбрасываете два раза я брала в разное время два раза сбрасывают не знаю наверно мошенники звонят я так думаю еще для себя сделала режим то есть понедельника до пятницы я работаю монтирую ролики выкладывают там записываю ролики то есть все прям до пятницы а суббота воскресенье отдыхаем то есть уже ничего не монтирую там никому не захожу это вернее не приглашаю никого там себе эти захожу только смотрю ваши ролики комментарии пишу стараюсь смотреть какие-нибудь фильмы потому что я замечаю то что я за за этот год фильмов посмотрел на штук пять всего телевизор там естественно мы вообще не смотрим мы главное интересно да мы за него платим то есть у нас там сто с лишним каналов мы каждый месяц за него платим но тем не менее мы не смотрим его дима как-то не особо мультики так не все ему нравятся вот а я вообще никогда поэтому я подумал сейчас я быстренько помою полы возьму у меня есть чипсы эти вот на обзор пойдут и потом их посмотрю возьму чипсы возьму лимонад у меня есть маленький экспрессе я покупала и на налягу на кровать включу телевизор и буду смотреть просто там все подряд все что там есть у нас время сейчас 930 пока сейчас помою полы как раз в 10 час как раз два часа у меня есть наверное я думаю так и сделаю вот хотя конечно мне там надо смонтировать еще не знаю короче хочу так сделать просто 1 отдохнуть поваляться полежать в кровати а завтра как раз у меня зима не будет завтра послезавтра есть два дня и я понимаю то что эти два дня вообще не хочу никуда ехать никакие нафиг не магазины ничего и вообще ничего не хочу хочу сидеть дом но с другой стороны в душе мне почему-то хочется но и также усталость не знаю короче пойду я завтра куда-нибудь или нет муж опять приглашает на свидание куда-нибудь пойти на у меня что-то вообще уже не хочется что-то я видимо уже хочется просто посидеть дома я в принципе вообще такой человек я не люблю выходить на улицу я не люблю где-то мотаться куда-то ходить там какие-то компании например там которые там могут любят выпить или вообще просто там компании посидеть я не люблю все это я люблю сидеть дома дома куча дел там вот до появления димы я сидела спокойно дома там поискала поискала работу там не получилось что-то устроиться там ну ладно отдохну я сидела дома целыми днями рисовала там целый день там картину одну рисовала там играла в компьютер в интернете там сидела там ну книжку читал телевизор то есть целыми днями дома и вытащить на улицу меня было очень очень сложно вот это зимой я прям вообще дома сидела муж знает что я холод не люблю он даже меня не трогал не надо будет не ходи на улицу я сам схожу в магазин и и скажи что купить я куплю не выходи там очень холодно я думаю как хорошо а сиди сиди себе вот так по весне и летом ну тоже меня было довольно сложно вытащить вот ну иногда гуляла иногда ходила вместе с мужем на пляж он любит пляж там позагорать иногда с ним ходила а так в основном дома дома интересно дома куча дел можно чем-то позанимать там на улице ну не знаю ладно давайте всем пока с вами был канал артмания подписывайтесь ставьте лайки и пишите комментарии всем пока пока пока